В Европе создают экспертную базу для конфискации зарубежных активов в России. 10 экспертов и юристов пришли к выводу, что конфискация замороженных активов соответствует международному праву. Они даже подготовили заключение для организации G7. Эксперты рекомендовали странам, в которых находятся наши активы, сначала заморозить их, а потом передать некой международной организации. И та, в свою очередь, отправит деньги на Украину. Как сообщает Bloomberg, Великобритания и США наставят на конфискации всех возможных российских активов, до которых смогут дотянуться. Франция и Германия выступают против. Эти страны не хотят создавать прецеденты и боятся негативных последствий такого решения для евро. С подробностями наш европейский корреспондент Сергей Курохтин. Вот это сообщение Bloomberg, о котором мы сейчас говорим, сообщение о том, что есть заключение 10 экспертов о возможности юридической конфискации российских активов. Вот это сообщение Bloomberg, конечно же, яркая иллюстрация той дискуссии, даже, можно сказать, битвы, которая идет на Западе вокруг российских активов. Я напомню, что по разным данным на Западе заморожено активов Центрального банка России на сумму в 280 миллиардов долларов. По некоторым данным не 280, а 300. Эту же сумму называл, я напомню, министр финансов России Антон Силуанов. И из этой суммы две трети заморожены в Европейском Союзе, как мы знаем. В основном в бельгийском дебоситарии Евроклир. И сразу после начала конфликта на Украине раздались возгласы и призывы, после того, как эти активы были заморожены, их конфисковать и передать Киеву. И уже тогда целый ряд европейских стран, и Франция, и Германия, и Италия тоже, выступили тогда против этого, потому что, как они заявляли, ну, в общем, и сейчас продолжают заявлять, для этого нет юридически законных оснований. К тому же это могло и, безусловно, подорвало бы доверие к европейским депозитариям. И, конечно же, создало бы проблемы для евро. И вот эти возражения, в принципе, мы слышим уже долгое время. И самые последние сообщения, которые вот были две недели назад начались, они как раз свидетельствуют о том, что в Европе пришли к варианту, который предусматривает не конфискацию российских активов, а получение доходов с этих замороженных активов. То есть ввести налог на эти доходы и, изымая этот налог, фактически получать вот те доходы, которые эти активы приносят. При этом цифра налога не называется, но по данным, ну, как пишет то же агентство Reuters и ряд других европейских средств массовой информации, этот налог может составлять порядка 30%, хотя некоторые эксперты допускают, что этот налог будет из 100%. То есть, в принципе, все доходы с замороженных активов будут изыматься. И мы знаем, что тот же депозитарий Евроклирк подобного рода к практике уже прибегал. И, как оценивает, например, Financial Times в этом случае, сумма конфискованных активов, точнее вот этих доходов, будет составлять порядка 4 миллиардов евро в год. Но эта вот конфискация именно доходов, она по-прежнему не устраивает очень многих на Западе, прежде всего в США и Великобритании, где настаивают не просто на том, чтобы получать доходы с замороженных активов, а именно конфисковать все активы. И вот в этом сообщении Блумберга о том, что эксперты вот нашли юридическое обоснование, имена этих 10 экспертов не называются, но достаточно назвать страны, из которых они, эти эксперты, это США, Великобритания, Бельгия, Япония, Нидерланды и там ряд других стран. Понятно заключение этих экспертов. При этом, естественно, самого заключения Блумберг не публикуют, но по пересказу, который делает Блумберг, можно сделать вывод, что юридически все выглядит достаточно просто. Дополнительные меры по конфискации против России считаются законными, так как Россия нарушила, с точки зрения этих юристов, международное право. Следовательно, против нее тоже можно нарушать те действующие международные правила и, как компенсацию за ущерб, нанесенный России, изымать, конфисковать замороженные средства. Это заключение экспертов, оно, конечно, не носит какого-то характера, на основании которого будут приняты те или иные решения, но оно передается в странам Большой Семерки, так как было заказано именно по Большой Семерке, и, возможно, на следующем саммите, который произойдет, я напомню, в Италии в середине июня в этом году, да, возможно, опираясь на подобного рода заключения экспертов, будут приняты некие дополнительные решения, которые как раз поведут к конфискации, возможно, российских активов. Но эксперты европейские, по крайней мере, комментируя вот эти сообщения Bloomberg, естественно, не могут не напоминать, и они это и делают, что когда говорится о конфискации российских замороженных активов, то всегда надо помнить, что в России также находится порядка тоже 300 миллиардов долларов иностранного капитала. И, соответственно, в этом случае ущерб, который понесет западный капитал, будет примерно равен тому ущербу, который может быть нанесен России. При этом эксперты подчеркивают, что если речь пойдет, например, не о конфискации, а вот то, о чем я говорил, конфискации доходов с замороженных активов, то вот эти доходы, они, как правило, попадают не на Украину, а следуют европейской оборонной промышленности, которая как раз сейчас требует дополнительного финансирования. То есть, скорее всего, эти деньги тоже останутся так или иначе в Европе, а не отправятся на Украину. Наш европейский корреспондент Сергей Курохтин. Невозможные конфискации российских активов, находящихся за рубежом. Добавлю, Дмитрий Медведев заявил, что западные страны от конфискации замороженных российских активов сдерживают только то, что это станет прецедентом и взломом правового миропорядка. Однако при желании они наплюют на принципы и заберут чужое, считает замплица без России. Он подчеркнул, что Запад не может забрать наши активы в качестве репарации, потому что фактически не ведет войну с Россией. И этот нюанс вызывает у них смятение в мозгах. Владимир Путин отреагировал на оскорбительные высказания в его адрес президента США посланом российского лидера. Это только подтвердило его прежние слова о том, что Байден предпочтительнее для России в качестве будущего президента. Об этом Путин сказал журналисту ГТРК Павлу Зарубину. Можно еще один вопрос? Не знаю, успели вам сегодня доложить или нет. Вы то летите, то едете. Президент Байден, президент США Байден снова с хамским высказыванием ваш адрес выступил. С хамским, да. Не хочется цитировать, но все-таки это президент США, скажу. Он сказал, ваш адрес сумасшедший сукин сын. Вы никогда в адрес никакого лидера не то, что ничего подобного не говорили, но даже каких-то некорректных высказываний себе не позволяли. Вот сейчас так же отреагируете? Послушайте, мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента. Я с Соединенных Штатов. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом. Но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтительный. И судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Почему? Потому что он же не может мне сказать, Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог. Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения. И эта реакция абсолютно адекватная. А значит, я был прав. И то, что я говорил, я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист. Поэтому и вы меня спросили, что для нас лучше. Вот я как тогда сказал, так и сейчас считаю. И могу повторить. Байден. Тем временем Байден спит с аппаратом для поддержки дыхания. Тренируется не падать, старается поменьше бывать на публике. Рассказали инсайдеры Белого дома газете Daily Mail. Как живет президент США, выяснила Вера Десятого. Джо Байден обычно просыпается в 7 утра в главной спальне Белого дома на втором этаже. Его будет кошка Уиллоу, четырехлетняя американская короткошерстная. К этому времени первая леди Джилл Байден уже встает и делает зарядку. У президента на лице остаются следы ремней и маски от специального аппарата, который предотвращает задержки дыхания во сне. В отличие от своих ближайших предшественников, Байден спит 8 часов. Дональд Трамп часто укладывался в 5. А Барак Обама, который был известен как «Ночная сова», говорил, что регулярно спал от 5 до 7 часов. Джордж Буш просыпался в 5.15, чтобы выпить кофе с женой Лорой и почитать газеты. Как и Обама, президент Байден обычно идет в спортзал через час после пробуждения, хотя их режимы тренировок совершенно разные. Президент в 45 минут тренирует балансировку, чтобы поменьше падать на публике и более-менее прилично ходить. Он сломал ногу во время президентской кампании 2020 года, и ему посоветовали носить ортопедические ботинки для ходьбы. Но он отказался следовать указаниям врача, что, вероятно, усугубило его состояние. Теперь у трапа американского борта номер один дежурит дополнительный агент секретной службы. Он должен подхватить президента, если тот начнет падать. Последние месяцы трап приставляют к задней части самолета, а не к двери президентского салона, куда путь длиннее. Джордж Байден начинает рабочий день в овальном комбинете в 10 утра. Обама приходил туда около 9, Трамп примерно в 11, хотя вставал в 6, а проводил время, читая новостные репортажи, смотря кабельное телевидение, обзванивая законодателей, друзей и советников. Как и все руководители Америки, Байден в первую очередь проводит секретный ежедневный брифинг по безопасности. Он регулярно разговаривает с кем-то из своих семи внуков и с первой леди. Ежедневно звонит сыну Хантеру. Большинство публичных мероприятий планируется с 10 до 16, когда президент наиболее бодр. К выступлениям готовится заранее, но Байден все равно постоянно опаздывает. Труднее всего президенту приходится за границей после долгих перелетов. Из-за этого он просто пропускает некоторые пункты программы, вроде ужина на саммите Большой Двадцатки в Индонезии. В Вашингтоне обед обычно представляет собой суп и салат с курицей гриль, любимое угощение – мороженое с шоколадной крошкой, а на ужин – паста. В 11 вечера – отбой. Все эти подробности распорядка дня президента США рассказали сотрудники Белого дома газете Daily Mail. А СНН узнали об одной проблеме читы Байденов. Они ужасно себя чувствуют из-за поведения питомца. Пес, немецкая овчарка по кличке Командер, не менее 24 раз нападала на сотрудников секретной службы. Вера 10, Вести ФМ. Паника у евродепутатов. За ними следили хакеры, установив на телефоны шпионские программы, пока не ясна, была ли реальная утечка информации. С подробностями Елена Балаева. Следы взлома на двух устройствах, которыми пользовались и сами парламентарии, и в целом сотрудники подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента были обнаружены совсем недавно. Правда, интернет-издание «Политику», который сообщает об этом событии, точную дату не называет. По данным интернет-ресурса, проблему выявили, когда один из членов подкомитета пришел на обычную рутинную плановую проверку, которую рекомендовали проходить всем сотрудникам Европарламента. Во время этой проверки были обнаружены следы шпионской программы. Пока непонятно, как далеко удалось продвинуться шпионам в попытке доступа к информации с электронного носителя. Сам сотрудник якобы и заявил, что не понимает, почему именно он стал мишенью. Еще в декабре прошлого года сотрудникам Европарламента было объявлено защита их устройств и компьютеров, и телефонов, которыми они пользуются по служебной надобности, пока не отвечает стандартам и не готова к угрозам, созданным хакером. Парламентариям, их помощникам и персоналу Европарламента дали совет приносить свое устройство на регулярную проверку, чтобы, если что, выявить вражеские компьютерные программы. Ранее, еще в апреле прошлого года, IT-служба Брюссельского парламента запустила систему проверки телефонов депутатов на наличие шпионского программного обеспечения. С момента запуска программы были выполнены сотни операций, пишет тот же самый журнал «Политика». После недавних следов взлома, IT-служба попросила уже всех членов подкомитета по обороне проверить свои телефоны на предмет обнаружения шпионских программ. Как заявила зампредставителя Европарламента Дельфина Коллард, цитата, «в указанном геополитическом контексте и с учетом характера файлов, за которыми следит подкомитет по безопасности и обороне, особое внимание уделяется устройствам членов этого подкомитета и персонала, поддерживающего его работу». Выборы в Европарламент пройдут в июне этого года. В преддверии этого события всем сотрудникам законотворческого органа Европы напоминают, они должны быть предельно внимательны и пристально следить за всеми своими электронными устройствами. Ирина Балаева, Вести ФМ. Центробанк отозвал лицензию у банка «Киви». Вывести деньги из кошельков теперь невозможно и положить средства на них тоже. Также перестала работать система международных платежей «Контакт», связанная с «Киви». В заявлении говорится, что «Киви-банк» был вовлечен в расчеты между физлицами и теневым бизнесом. Между тем, кредитная организация входила в топ-100 банков России по величине активов, но в последнее время находилась под пристальным вниманием регулятора, который выдал несколько предписаний, после чего выручка стала падать. Подробности в материале Александра Ельшевского. Отозвана лицензия у банка «Киви». После этого сервис заблокировал вывод денег с кошельков. Есть проблемы и с работой других функций, вплоть до авторизации пользователя в системе. Пополнение «Киви» кошелька тоже больше недоступно. При попытке совершить операцию выдается ошибка. Платеж отклонен. Обратитесь в банк, выпустивший карту. Центробанк объясняет отзыв лицензии тем, что «Киви» нарушал федеральные законы, а также нормативные акты Банка России. Из-за этого за последний год компании неоднократно выдавались предписания, были введены и ограничения на осуществление отдельных операций. Кроме того, по данным ЦБ, банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации, то есть отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Речь о переводах денег за сомнительные операции в теневом бизнесе, в том числе вывод средств из криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекеров и всего подобного. Вместе с этим ЦБ заявляет, что нашел множество случаев, когда кошельки открывались по украденным личным данным и документам на людей, которые об этом даже не подозревали. Еще в декабре 2020 года регулятор оштрафовал «Киви-банк» на 11 миллионов рублей и запретил несколько видов операций, в том числе большинство платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Тогда запрет ЦБ мог быть связан с борьбой регулятора с незаконными онлайн-казино, букмекерами, форекс-дилерами и другими игроками серого рынка. Именно они могли скрываться за переводами в онлайн-магазины. Ограничения, которые накладывал регулятор, пытались обходить, но в последнее время выручка падала. Так, в третьем квартале прошлого года, когда в отношении «Киви-банка» уже действовали предписания ЦБ, чистая выручка «Киви» от всех платежных сервисов уменьшилась почти на 13%, а от банковских платежных сервисов и вовсе на треть. При этом были проблемы и на иностранном рынке, но связанные уже с тем, что сервис работал в России. Руководству даже пришлось пойти на разделение бизнеса, на чисто российский и международный сегмент. Было объявлено, что «Киви» продаст свои активы в России гонконгской компанией Fusion Factor FinTech Limited, которая принадлежит одному из топ-менеджеров той же «Киви». Цена сделки при продаже активов была объявлена в размере почти 24 миллиардов рублей. Она была одобрена регуляторами и советом директоров компании, сообщили в «Киви». Из значимых активов российский контур вошли «Киви Банк», «Киви Кошелек», «Киви Бизнес» и система денежных переводов «Контакт». Она, к слову, также перестала работать после отзыва лицензии, как сообщают журналисты, которые пытались ей воспользоваться. Этот сервис использовался для переводов денежных средств за границу. После санкций против Юниаструма он оставался одним из наиболее популярных сервисов для трансграничных переводов наряду с «Золотой короной». Регулятор отметил, что «Киви Банк» участвует в системе страхования вкладов. Соответственно, их суммы будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, однако не более 1,4 миллиона рублей. Но при этом страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках, подчеркнули в ЦБ. Александр Ельшевский, Вести ФМ. Теневой оборот на рынке заказных студенческих работ, оказывается, может достигать 10 миллиардов рублей. Пятая часть таких работ написана с помощью нейросетей, остальные сделаны кем-то из студентов или преподавателей, либо сторонними людьми, которые разбираются в теме. В России уже десятки тысяч людей, которые зарабатывают именно таким способом. Студенты готовы платить за работы. Можно ли побороть такое явление? Ведь они все должны делать сами. И смогут ли педагоги распознать истинное авторство курсовых, рефератов и дипломов? В этих вопросах разбиралась моя коллега Марина Костюкевич. Студенческие работы, выполненные нанятым автором, называют по-разному. Левые, подложные, нечестные, заказные, но суть от этого не меняется. За такими трудами стоят деньги, а не знание того, чье авторство указано. И рынок этой подмены огромен. По оценкам экспертов, его теневой оборот может достигать 10 миллиардов рублей. Сейчас до 80 тысяч теневых и прямых скрипторов, авторов, зарабатывают работами на заказ на постоянной основе, говорит председатель экспертного совета при Комитете Госдумы по высшему образованию Любовь Духанина. Работа написана не автором. Он захватывает и курсовые, и дипломные работы. Человеку по часу легче заплатить, нежели самостоятельно сделать эту работу. Почему студенты платят деньги, рискуя разоблачением на защите, они пишут сами. Одна из главных причин – нехватка знаний для написания работы самостоятельно. Ведь зачастую люди поступают в ВУЗ только потому, что они просто сумели пройти по баллам ЕГЭ, но не могут в нем полноценно осилить программу. Кроме того, сказывается большая нагрузка в ВУЗе и параллельно с учебой работа, говорит заслуженный профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Банкина. Нагрузка очень большая. Очень высокая доля тех, кто старается, трудоустроится в процессе учебы по специальности. Как действуют скрипторы, где находят себе заказчиков? Они работают либо индивидуально, находя заказы через знакомых, либо размещая объявления на черном рынке, в телеграм, в пиратских онлайн-кинотеатрах, в соцсетях, которым в России официальный доступ закрыт, а значит не контролируется. Есть еще один путь. Они регистрируются в качестве ИП самозанятого и так легализуют свои услуги под видом образовательной или методической деятельности. Это законно? Да, говорит первый проректор Российского государственного социального университета Джамар Талиев. То, что мы называем для себя интеллектуальной проституцией у нас в стране, тоже не запрещено. Здесь можно, по крайней мере, предъявлять к авторам таких работ ввинения по несамостоятельности этих работ. Другая проблема — применение нейросетей. Недавний опрос студентов России показал, что более половины учащихся иногда пользуются искусственным интеллектом для написания работ. При этом около 20% применяют их регулярно. Специалисты предупреждают, в России расширяется теневой рынок написания дипломов и внедрение нейросетей может привести к массовому копированию чужих достижений. Можно ли в ходе защиты работы понять, что это написано не тем, кто заявил себя автором? Очень сложно, говорит Ирина Банкина. На уровне студентов отличить это невозможно. Заимствование мы, конечно, различить можем. Если очень высокий процент заимствования, требуется объяснение, либо переделать работу. Но отлететь, сам студент писал или нет, достаточно сложно. Если поступят жалобы на рекламу организации, которая предлагает свои услуги по составлению рефератов, курсовых и дипломов, нарушения выявят и докажут, то организацию привлекут к административной ответственности, заверяют ФАС. Но такие случаи единичны. На деле борьба с заказными работами — это борьба с ветряными мельницами, говорит Джамар Алиев. Искусственный интеллект и его использование при производстве творчества продуктов у нас в стране незаконными не являются. Поэтому какие-то запретительные меры в их отношении предпринимать нельзя. Можно, например, сказать, что все курсовые работы пишутся, условно говоря, в одной аудитории, под надзором. Потребовать от студентов, чтобы они представляли видеоподтверждение, требовать рукописные варианты работы. Но это все утопично. По мнению специалистов, регуляция этой сферы лишь усугубит проблемы. Гораздо эффективнее, считает Любовь Духанина, если речь идет о выпускниках вуза, проводить профессиональный экзамен, который выявит уровень подготовки человека, что называется, на деле. Оценочные средства к профессиональному экзамену готовят самые лучшие эксперты страны в данной отрасли. Они позволяют проверить готовность студента к его профессиональной деятельности и являются фактически показателем для будущего работодателя, что этот выпускник реально может осуществлять определенные трудовые действия. Кроме того, говорят специалисты, можно оценивать знания выпускников через индивидуальные бизнес-проекты, как это предусматривает, например, программа Миноборнауки «Стартап как диплом». Это альтернатива выпускной квалификационной работы или магистрской диссертации. Выпускник университета защищает не диплом, а собственный бизнес-проект, который может даже претендовать на инвестиции, если того достоин. В этом случае авторство точно не будет подвергаться ничьим сомнениям. Марина Костюкевич, Вести-ФМ. Продолжим. Федеральная налоговая служба напомнила, кто должен платить в этом году повышенный транспортный налог и какие автомобили вошли в список, на которые распространяется налог на роскошь. Причем за машины, значительно подражавшие с 2022 года, придется заплатить, исходя из их стоимости на сегодняшний день, а не на тот момент, когда они приобретались. Подробности у нашего корреспондента Олега Яхонтова. Механизм взымания транспортного налога остался прежним и зависит от мощности двигателя автомобиля и нахождения конкретной модели в специальном списке Минпромторга. Так как дорогие машины имеют большой объем двигателя, то ставка пошлины, например, в Москве для автомобилей мощнее 250 лошадиных сил составляет 150 рублей за одну лошадиную силу. Но перемножив эти показатели, получается лишь промежуточный итог, поскольку если модель находится в обновляемом каждый год списке Минпромторга, то к ней применяется повышающий коэффициент 3. Он действует в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей, включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет. Машин средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет. Сейчас в списке ведомства находятся 449 моделей, включая автомобили Rolls-Royce, Mercedes-Benz, BMW, Bugatti, Ferrari, Lexus, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Porsche, Jaguar, Jeep. При этом до сих пор окончательно не решен вопрос с моделями, которые по своим показателям могут считаться роскошными, но по каким-то причинам не попали в список. По мнению Минпромторга, повышающий коэффициент к таким автомобилям не применяется, но согласно позиции Верховного суда, которую он озвучил в августе 2022 года, если машина по своим параметрам соответствует описанию схожих моделей в списке Минпромторга, налог на роскошь применим. С этим согласны и Федеральной налоговой службе. Причем стоимость автомобиля для уплаты налога берется не из договора купли-продажи, а из данных Минпромторга, основанных на розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобиля с учетом года его выпуска. Отсюда возникает вопрос о машинах, которые были приобретены в начале 2022 года, а затем резко подорожали. По словам налоговиков, даже если на момент покупки автомобиль не считался роскошным и в списке Минпромторга не попадал, после корректировки стоимости таких автомобилей на рынке, эти модели стали автоматически подпадать под дополнительный налог. Объектами налогообложения не являются легковые автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами, а также машины с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, полученные или приобретенные через органы социальной защиты населения, специальная и сельскохозяйственная техника, а также автомобили, принадлежащие федеральным органам исполнительной власти и приравненной к ней службы. Олег Яхонтов, Вести ФМ. Курьеров хотят взять под контроль. Дептранс и бизнес обсуждают развитие регулирования курьерских сервисов, планируют создать систему регистрации и учеток курьеров, которая будет контролировать время работы, перемещения и другие параметры. Также предлагается проводить единое тестирование на знание правил безопасного вождения и фиксировать городскими камерами ID курьеров по номерам на сумках и форме. Суть этой инициативы интервью нашей радиостанции пытался прояснить президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков. Департамент транспорта Москвы, зная о высоко растущем рынке сервиса услуг доставки, количества курьеров, которые у нас перемещаются по Москве, в том числе и области, конечно, задачен вопросом, как это все урегулировать, сделать это все более упорядоченным, как сделать перемещение, вид и идентификацию курьеров, чтобы это понимали власти Москвы, то есть что с этим происходит, как сделать, в принципе, работу курьера, наверное, легче и проще, как под это все оптимизировать существующую инфраструктуру, в том числе тех же самых дарксторов или структуру рядом с торговыми центрами, куда на фудкорты прибывают курьеры и так далее. То есть здесь как раз вопрос в том, что не для того, чтобы зарегулировать все и сделать жизнь для курьеров и сервисов доставки сложнее. Здесь как раз вопрос к тому, какие шаги нужно предпринять, как раз сейчас это обсуждается с бизнесом, с тем, чтобы, по сути дела, все это привести в некий такой законченный, оформленный контур, с тем, чтобы были понятны правила, курьеры у нас ездили, передвигались, перемещались, идентифицировались понятным образом и все, что с этим связано. На сегодняшний день говорить о том, что пока о чем-то договорились, ну, наверное, пока не приходится. 30-го числа прошлого месяца была первая рабочая группа Дептранса, на котором с бизнесом обсуждались все эти темы, было представлено введение Дептранса, как они видят всю эту историю со своей стороны. И сейчас, конечно, вторыми, третьими, четвертыми шагами будет как раз обсуждение уже бизнеса, тех инициатив, тех предложений Дептранса и, конечно, вернуться с обратной связью со своими предложениями уже непосредственно к московским властям. Ну, то есть, я так понимаю, что, ну, то, что приходит в голову, по крайней мере, сразу, да, у каждого курьера есть телефон, да, в котором есть там GPS, GLONASS, другие системы. Соответственно, через этот телефон, ну, как минимум, они получают заказы. Поэтому, ну, отследить перемещение так или иначе, наверное, несложно. Плюс к этому, ну, достаточно ввести какие-то, может быть, штрих-коды, может быть, какие-то действительно номера, единую базу сделать всех курьеров, да. И камеры, и система умного города будут тоже прекрасно фиксировать и нарушения, кто где как неправильно переехал дорогу, да, кто кого подрезал каким-то образом, ну, и так далее. То есть, я так понимаю, что технически все это вполне осуществимо и, в общем-то, выглядит, по крайней мере, не очень дорого. С одной стороны, наверное, да. В первом приближении ровно все так и выглядит, как вы об этом рассказали. Но есть момент. К примеру, если мы говорим о крупных игроках рынка доставки, там, Яндекс, Сбермаркет, Самокат, курьеры, там, X5, Магниты и так далее, тут все более-менее понятно. И, конечно, у них большие информационные системы, у них действительно большие собственные IT-ресурсы, которые позволят, я думаю, что достаточно, ну, не скажу, что недорого, но среднесрочно или, там, может быть, даже в краткосрочной перспективе интегрироваться в ту большую информационную систему, которую собирается реализовать Дептранс. Но, с другой стороны, мы здесь не должны забывать, что помимо основных игроков у нас достаточно большое количество мелких и средних курьеров. Это сегмент МСП, для которого подобные интеграции, подобные издержки в IT и все, что связано вот как раз с этой будущей системой, возможно, будут неподъемными. Мы сейчас об этом не знаем, это лишь наша кипотеза. Как раз вот этот диалог с Дептрансом и направлен на то, чтобы те предложения, те инициативы, которые от них поступили, должны быть обсуждены в том числе с курьерками сегмента МСП и микробизнеса. С тем, чтобы мы не получили ситуацию, когда действительно курьерки скажут, слушайте, ребят, ну, все замечательно, отличная история, она, наверное, действительно поможет городу, поможет всем нам, но у нас сейчас нет. И так в сложной ситуации 2024 года тех ресурсов, финансовых ресурсов, и там тех, скажем так, ресурсов в части IT, еще каких-то там направлений ряда смежных, которые потребуются с тем, чтобы интегрироваться в эту систему. Что мы будем делать здесь? Поэтому мы как раз, как ассоциация, выступаем за то, чтобы мы учли интересы всех рынков, включая сектор доставки сегмента МСП и микробизнеса. Про них нельзя забывать, потому что, если мы не учтем этих игроков, во-первых, мы получим, мало того, что некрасивые цифры в части статистики по схлопыванию курьерских служб этого сегмента, а с другой стороны, все те меры, которые должны и которые планируются предпринимать департаментом транспорта города Москвы, они, конечно, на улучшение курьерской доставки, с тем, чтобы курьерам было проще, легче, чтобы город понимал, кто курьер, где курьер находится, на ком транспорте он ездит. Но мы не должны забывать, что у нас главная задача службы доставки это как раз конечные потребители. Нам здесь очень важно соблюсти баланс с тем, чтобы вот все это, все, что запланировано дептрансом, все, что запланировано будет бизнесом совместно с дептрансом, не увеличило итоговую стоимость доставки для конечных потребителей, чтобы они не пострадали на той стороне. Мой коллега Александр Гельшевский говорил с президентом Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александром Митюковым.